Самое главное, что сейчас мы можем предоставить вам возможность оказаться не только в Гагаринском парке Симферополя, но и на южном берегу Крыма. Вот эту тайну сейчас завесу приоткроет Александр Пкачев. Милас черный, милас седой. Название этой местности дали древние греки. Темные магматические породы здесь выходят прямо в море. Брызги соли обеляют суровые скалы. В 19 веке над каменистым пляжем был разбит ландшафтный парк и построены усадьбы. История имений, судьбы их хозяев и южная природа притягивают сюда путешественников. Эта малоархитектурная форма называется ротонда. В данном случае она состоит из восьми колонн дорического ордера. Это место по праву считается одним из самых красивых в Миласе. Отсюда открывается потрясающий панорама главной гряды Крымских гор, которая в этом участке называется Байдара Костропольской стеной. Хребты заслоняют узкую полоску берега от ветров с севера. Высота бровки Яйлы больше тысячи метров. Это условие и близость незамерзающего моря обеспечивает уникальный микроклимат. В парке собрана коллекция теплолюбивых растений со всего мира. Однако не все завезенные гости оказались добропорядочными. А вот на этой площадке можно наблюдать два вида растений, которые по праву считаются инвазивными видами. С этой стороны растет опунция энгельмана, а вот здесь растет володушка кустарниковая. Оба растения распространяются абсолютно бесконтрольно и заполоняют все свободные места вдоль южного берега Крыма. Несмотря на пышную зелень, условия этого региона полуострова суровые, знойное и очень сухое лето. Каждая капля воды на счету. Удивительно, что среди этих выжженных склонов в 1830 году был найден уникальный родник. Под этим грандиозным камнем располагается источник, одетый в старинный каптаж. Считается, что вода, которая истекает из-под него, является целебной и по составу близка к Есентуки-20. Так это или нет, я не знаю, но воду попробую, посмотрим, быть может она поможет даже такому ветхому старику, как я. По одной из версий, именно месторождение минеральной воды послужило причиной приобретения этого участка земли министром внутренних дел Российской империи графом Львом Перовским. Позднее, по его заказу, архитектором Эльцином был построен один из самых пышных дворцов того времени. Территория имения располагается на крутом 45-градусном южнобережном склоне. Сегодня здесь сплошной парк, состоящий из экзотических растений. Пальмы, кедры и, конечно, вечно зеленые кипарисы. Этим деревьям более 150 лет. Они помнят и своего второго хозяина, племянника Льва Перовского, знаменитого Алексея Толстого. Дом ему достался по наследству. Писатель часто проводил здесь летние месяцы и создал много произведений, вдохновленных крымской природой. Вверх по этой лестнице и совсем скоро мы поднимаемся к главной усадьбе у Саби Перовских. Оно построено в эклектичном вкусе с элементами мавританского стиля. И архитектор, и хозяин имения были последовательны. Восточный колорит присутствует и в интерьерах дворца. Почти не изменилась со времен Перовского и Толстого мавританская гостиная. Лепнина и майоликовые стены – все как при хозяевах. Но если до революции здесь отдыхала аристократия, то сегодня усадьба и парк – достояние народа. Территорию занимает здравница Милас. Территория дворца Перовских является закрытой и принадлежит санаторию. Вход сюда возможен только с экскурсии. Впрочем, иногда здесь проводят концерты классической музыки, исполняемой на старинном инструменте. Поэтому рекомендую абсолютно каждому рано или поздно побывать здесь. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok